С Новым Годом, с наступающим! Спасибо! Так пассажиров автобуса еще никто не встречал. С сумкой через плечо Снегурочка, она же Елена Алексеева, раздает не только билетики, но и новогоднее настроение. Задача – заставить улыбнуться даже самых хмурых и уставших. Особенно с утра, когда все равно грустно, темно. И вот улыбку, когда подаришь, все равно им приятно. И мне приятно, им приятно. Большинство жизней, как бы, вот у нас дома сидим, там еще что-нибудь. А здесь какое-то разнообразие. Здесь хочется все равно Новый Год, подарка уже не будет такого. Сам себе, если только купишь, а тут хочется немножко волшебником поработать. Это же здорово! В образе Снегурочки Елена трудится уже второй день. Вместе с ней и Дед Мороз – Александр Волков. Водителя с белой бородой и в красной шубе видно издалека. Ему улыбаются и сигналят другие автомобилисты. Все видят, все маршрут, фотографируют на телефоне. Дети вообще радостно подбегают к окну, стучат, открывают вот эту штучку. Очень весело. Сказочные персонажи заставили местных жителей вновь поверить в чудеса. Одни загадывали желание, другие просили у Снегурочки подарки на Новый Год. По словам череповчан, прокатиться в таком необычном автобусе – настоящий праздник. В первую очередь я увидела Деда Мороза и сразу, конечно же, улыбка появилась на лице. Ну, все позитивно, действительно, Новый Год на носу и радостно такие вещи видеть. Интересно, молодцы, что так придумали. Праздничное настроение всегда прекрасно. Оно придает уверенность, что следующий Новый Год будет более доброжелательным, потому что собака – друг человека. При виде добрых волшебников, которые дарили всем хорошее настроение, некоторые пассажиры решили в ответ порадовать Деда Мороза со Снегурочкой и исполнили их любимую песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Как рассказали в автоколонии 1456, новогодние автобусы будут курсировать по городу до конца новогодних праздников. Где окажется Дед Мороз завтра, сказать точно нельзя. Зимний волшебник будет кататься по городу по разным автобусным маршрутам. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Новости.